14% жителей Чувашии завершили вакцинацию, то есть поставили два компонента выбранного препарата. О том, что прививка может создать коллективный иммунитет, говорят врачи. И все же темпы невысоки. Сколько человек проходит вакцинацию ежедневно и как планируют увеличить ее темпы, обсуждали сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ежедневно в Чувашии заболевают коронавирусом порядка шести десятков человек. Темпы роста удается сдерживать, но ситуация все равно вызывает опасения. Общероссийские цифры, как сводки с фронта. Красные зоны экстренно появились еще в двух больницах, в Когесях и в Урнарах. На сегодня в режиме ковид-госпиталей 16 медучреждений. В них более 2000 коек. Медики бьют тревогу, молодые люди пренебрегают антиковидными мерами, отказываются от вакцинации. Хотелось бы еще раз обратить особое внимание на вакцинацию граждан возраст 60 лет. Необходимо вакцинировать не менее 90% данной категории лиц, а это в абсолюте если 1047 тысяч, 943 человека. У переболевших уже начинается снижение иммунитета, потому что не как после вакцинации, после заболевания иммунитет не такой стойкий. А после вакцинации он более напряженный и более стойкий. Поэтому рекомендуется охват вакцинации до 60% взрослого населения. Цифры по вакцинации все же медленно, но растут. За последние две недели стало больше тех, кто записывается на процедуру через портал госуслуг. Пока в Чувашию серьезные ограничительные меры не ввели и вводить не будут, если темпы вакцинации будут расти, а заболеваемость снижаться. Для этого станет больше прививочных пунктов, особенно мобильных, привлекут и волонтеров. Сейчас активизировались мошенники, продают сертификаты о вакцинации и QR-коды. Их требуют при выезде за границу, например. Оперативники уже выявили не одну интернет-страницу в популярной социальной сети, которая предлагала подделки. Есть много факторов. Первое, просто люди в пустые деньги могут потратить, но самое главное, это, конечно же, угроза безопасности. А совсем самое главное, это незаконная деятельность, в принципе, продажа, скажем, поддельных QR-кодов, тем более с использованием современных технологий. Глава Чувашия также поручил увеличить тестирование среди приезжающих в регион. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.